Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала! Сегодня 27 октября, и я все-таки решилась записать маленький видео-обзор о собачьем чае, который мы купили для Тайгушки еще летом. Этот чай успокаивающий. Интересно вам, какой состав в этом чае? Я сейчас прочитаю. Так, что тут обходит? Шиповник, мелиса, корень лакрицы, ромашка, цветы лаванды, валерьянка, имбирь, шишки хмеля, кориандр. Ну, валерьянка и шишки хмеля наверняка это успокаивающее. А остальные травки, цветочки, это все-таки... Это мушка какая-то пролетела, не знаю, может ей тоже чай понравился, но чай уже летит, успокоиться хочет. Но остальные все травки, это, скорее всего, для улучшения желудочно-кишечного тракта питомца, кориандр может быть для поднятия иммунитета. Ну, мне самой интересно, будет Тайга пить этот чай или нет, наверное. И вам стало тоже очень интересно. Обязательно оставайтесь со мной, с нами, и в конце видео будет собачка пить этот чай или нет. Но сейчас я хочу немножко так новости рассказать. Так, Тайга, ты услышала? Я о тебе разговариваю, да? Ну, иди сюда, моя красавица, иди. Проснулась, услышала свое имя. Значит, те, кто давно на нашем канале, они знают, что периодически Тайгушку беспокоит. Ты говоришь, иди ко мне, иди, моя зайка, иди сюда. Моя красавица, моя умница, пришла сюда. Так, ну, она уже почувствовала, сейчас будет еда, сейчас будет водичка. Ладно. Те из вас, которые очень давно на нашем канале, вы знаете, что периодически Тайгу беспокоит аллергия, беспокоит ушки. Вот, и нам приходится, нам приходится менять ей, подбирать правильный корм. Вот, чистить ушки, обрабатывать медикаменты. Вот, и на какое-то время это все помогает. Состояние стабилизируется, аллергия проходит, ушки перестают чесаться. Вот, ну, а именно этой осенью мы все-таки отправились к ветеринарному врачу. Это наш доктор. Мы там, наверное, уже три года у этого доктора периодически приходим к нему осматриваться. Вот, и, в общем-то, в этой осенью, в сентябре, мы пошли к доктору. Она сделала анализы, взяла, не набрала, она не смогла подойти к Тайге. Вот, очень печально, очень такая ситуация была. Мне пришлось самой брать вазок, из ушка. Ну, в общем-то, я рассказывать сейчас не буду, потому что выйдет обязательно видео о том, как мы посещали доктора, какие медикаменты она принимала. Я просто сейчас хочу сказать, что медикаменты уже все. Медикаментозный курс Тайга прошла. Мы, вернее, она кушала ветеринарный корм. Вот, сейчас состояние у нее отличное, великолепное. Вот, и из корма ветеринарного мы перешли вот на такой вот корм. Сейчас тоже привосли этот корм, засыпли в тарелочку. И консервы мясные тоже такой же компании. Вот, так, как он называется? Эдгар Купер. Этот корм нам посоветовали в зоомагазине. Женщина сказала, что у нее знакомый тоже берет такой корм для собачки. Этот корм собачке нравится очень, вот, и он очень полезный. Там нет риса, там нет курицы, там мясо овечки 41% и нет никаких зерен там. Ну, посмотрим, как дальше пойдет. Вот это вот уже вторая упаковочка. Вот, упаковочки маленькие, по 2,5 килограмма. Вот, мы сейчас ждем посылку из Германии. Должна прийти нам упаковка на 12 килограмм. Вот, тоже буду засыпать. Посмотрите, какой это корм. Вот, ну, вот какие вот новости, какие у нас изменения у тайгушки. Ну, что, вроде бы как рассказала, какие изменения, да? Давайте наливать, заливать, настаивать этот чай и засыпать корм. И покажу, открою сейчас консервы. Кстати, тоже будет видео обзор этого корма. Так что, конкретно на этом корме я останавливаться не буду. Я просто хочу показать. Чай собачка пьет или не пьет. В общем, успокаиваем нервную систему. Вот. А, еще, значит, когда доктор, ветеринарный врач не смогла взять у тайги из ушка вот эти вот мазочки, да? Она попросила меня, я это сделала. Вот. И она сказала, если лечение не поможет, придется уже вкалывать наркоз и под наркозом собачку обследовать. Вот. Ну, слава Богу, что этого не произошло. Вот. Ну, в общем, то, что я вам рассказываю. Будут видео. Будут видео и о лечении. Будет видео и о ветвраче. О кабинете, о тех всех назначениях, которые были. Все. Поехали заливать чай. Чайник закипел, водичка уже горячая. А, кстати, вот. Я сказала, что я забыла, но как называются эти чаи. Вот. У нас зелененькая упаковочка успокоительная, а там еще была оранжевая. И вот эти вот по цветам, да? Два разные цвета. Я не знаю, я не могу прочитать. Название очень-очень мелкое это все. Санечка, а ну давай, ты будешь моим помощником. Смотри. Вот чаек. Открывай его. Так, а ну-ка давай. Давай я понюхаю. Ну, травками, а обычным чаем, вот как покупаешь для себя, для человеческих вот такие вот чаи. Для человека, да, в аптеках. И вот это. Такой же запах, травяной запах. Все. Это тарелочка для тайги. Так, только не утони, только не утони. Ну, все, утонул. Придется доставать. Ладно. Ничего страшного. А интересно, вот у нас же еще, помимо тайги, у нас есть еще и златка. Оп. Все, вытащила. Поймала. У нас есть еще и златка, да? Златка. Будет такой чай? Там есть мелиса, там есть валерьянка. Вот я знаю, кошечки, да? Они любят валерьяночку. Все. Пакетик чайный настаивается. Сейчас я засеку время. Должно пройти 5 минут. Вот здесь, кстати, на упаковочке сейчас написано, значит, 200 миллилитров воды. Ну, здесь, конечно, не 200 миллилитров. Ну, не знаю, сколько здесь. Может быть, 500 миллилитров будет. Ну, ничего. Может быть, немножко подольше мы подержим, да? Так, залить 5 минут, подержать, остудить и дать собачке попить. Пока оно настаивается, я засыплю корм. Грамм. Высыпаю. Все. И заливаю водичкой. А вот и сама консерва. Такая же фирма, такая же компания. Лам. Овечка и Ринд. Так, это у нас, получается, просто овечка была, а это овечка и коровка. Вот. Запах. Жалко, камера не передает, да? Запах идеальный. Запах настоящей консервы. Вот как для людей продает в магазине мясные консервы. Совсем немножечко. Совершенно немножечко. Только для запаха. Добавляю я туда, пускай, 2 неполные ложечки или 1 полная ложечка. Вот. Консервы. Все это сейчас перемешается. Я хорошо перемешаю, чтобы она не выела и не съела кусочки мяса. Да, на столе будет стоять этот корм, разбухать, размягчаться. Вот. Ну, а чай уже 5 минут прошло. Пакетик чайный я достаю, убираю. И за час тоже водичка остынет. Остынет водичка. Подготовится к приему пищи сам корм. И я приглашу тайгу. Так, первой пришла Злата. Так, немножко полакала водичку. Сейчас посмотрим, дальше будет пить или нет. У тайгушки корм набух. Вот она уже клеп-клеп-клеп. Уже идет сюда. Ну, в общем, Златка попила. Не знаю, понравилось ей или не понравилось. Посмотрим еще. Так, тайгушка, ты моя красавица. Ну, иди кушай. Иди вперед. Давай, давай, кушай. Вперед. Я специально стояла, молчала, чтобы тайга не обращала на меня внимания. Пей водичку, тайгушка. Пей водичку. Не понимает она, в чем дело. Три. Сделала глоточка. Так, что-то не то. Ну, все. Три раза лакнула она. Златка тоже три раза лакнула язычком. Хватит шифроваться. Хватит сидеть, отсиживаться и смотреть видео. И ставить лайки за это видео. Или не ставить лайки за видео. В общем, так. Посмотрели это видео. Сразу поставили лайк и написали комментарий. Нравится? Пишите комментарий. Не нравится? Тоже пишите комментарий. Мне все интересно. Мне просто нужна оценка видео. Кому-то это видео понравилось, не понравилось. Пришлось на пользу. Или вообще не сбоку припеку. Потому что вот, когда я делала видео о болезни собачки, да, о лечении лямблиоза, именно полынью, да, мне вконтакте люди из собачьих групп, вот, писали, а как делать надо, а сколько, уточняли дозировку. Вот, и потом мне они писали, большое спасибо, да, собачка пошла. Собачка, у которой уже, ну, ужасное состояние было. И действительно, и действительно собачка стала возрождаться, собачка стала оживать на глазах. То есть, вот, вот, какой итог должен быть, да, кому-то видео должно помочь, кому-то просто информацию какую-то принести, кому-то может быть интересно посмотреть на животных, как животные живут, да. Вот, напишите, напишите, оставьте свой комментарий. Некоторые, вот, не ленятся оставлять плохие комментарии, гадости писать. Вот, спасибо большое тем друзьям, которые пишут, которые пишут хорошие комментарии, которые дают советы, вот, подсказки какие-то. Ну, у нас в Ютубе есть уже друзья, дружественные каналы, просто друзья. Вот, большое вам спасибо за это. И, молчаны, жду вас, жду ваших сообщений, ваших комментариев.